Давайте, давайте, давай. Так, добрый вечер, всех поздравляю с праздником Суккот. В этом году, во время подготовки, когда я что-то читал, посвященный Суккот, у меня возникло больше вопросов, чем ответов, но может это и к лучшему. Мы вместе с Божьей помощью попытаемся найти на них ответы. Итак, одно из описаний конца времен, да, или будущего. Извини, Андрей, у тебя неправильное окно стоит. Так, что неправильное. Zoom стоит. Zoom. Окно, в котором Zoom открылся. Так, тогда минуту, я сейчас, я как-то не так запустил. Открой сначала документ, который ты хочешь демонстрировать, а потом нажимай на шестерпион. Сейчас виден текст? Да, отлично. Да, да. Отлично. Одно из описаний конца времен будущего мира, там, Леоти главо, если точнее, у пророков и у мудрецов связано с Солнцем. Я тут с его светом привел несколько цитат. В начале из пророков, да, Ишаял 30, 26 говорит, и свет Солнца станет семикратным, как свет семи дней, в день, когда Господь исцелит народ свое бедствие и рану его от удара излечит. И еще одна цитата из пророка Малахи, более жесткая, где уже деструктивный аспект вот этого света Солнца показывается. Ибо вот придет день, пылающий, как печь, и станут все надмены и все творящие преступления, как солома, и испалит их тот день грядущий, сказал Господь Свалот, так что не оставит им ни корня, ни ветви. И засияет вам, боящийся имени моего Солнца, спасения и исцеления в крыльях его. И мудрецы подводят итог подобного рода высказываниям в трактате Авода Зара, сказал Раби Шимон бен Лакеш. Гееном грядущих дней будет заключаться в том, что Святой Благословен Он достанет Солнце из кутляра, и грешники осудятся им, а праведники исцелятся им. То есть мы видим, что Солнце, которое сейчас светит, оно не настоящее, оно находится в футляре сейчас и в будущем. Свет его станет, например, в семь раз ярче, или он станет просто настоящим, а сейчас он в семь раз более тусклым. И во-вторых, мы видим, что Всевышний делает одно действие, но оно действует по-разному на праведников и на грешников. И третья цитата Ишаяу. Тут уже она обещает некую возможность спастись от вот этого пылающего жара сверху. И сотворит Господь над всем местом горы Сион и над собраниями ее облако и дым днем и блистанием пылающего огня ночью. Ибо над всей славой будет покров, хупа, это на иврите. И будет сука днем для тени от зноя и убежищем и защитой от ливня и от дождя. Здесь мы видим то, что вот этот футляр, который ограничивал свет солнца, он был наверху. Этот футляр, да, Нартика. И его надел на солнце Всевышний, вот только он его может снять. То есть мы знаем, что он его, видимо, когда-то надел, поместил в солнце футляр и когда-то он его один раз снимет. Да, но возможность защититься теперь находится внизу. Да, то есть теперь над местом горы Сион будет хупа. То есть это новый покров, который будет уже своих прикрывать и защищать от вот этого палящего света. Ну, попробуем разобраться, что такое солнце. Когда светит солнце, когда есть свет, мы видим вокруг нас предметы, можем их разбирать. Когда света становится меньше, в полумраке у нас смешаются цвета, мешаются формы, мы не различаем цвета. Можем принять, например, пальто со шляпой на вешалке из-за человека. То есть наше восприятие реальности искажено в зависимости от света. Когда света меньше, тогда мы воспринимаем реальность искаженной. Получается, если сейчас солнце находится в футляре, то мы воспринимаем реальность не так, как есть, искаженной. Но, тем не менее, Всевышний поместил солнце в футляр. Для чего? Ну, видимо, для того, как опять же мы видим из этих цитат, что его свет или его жар опасен. И он может испепелить. Возможно, понимается, ввиду здесь, что вокруг нас находится бесконечный свет, в котором мы просто бы аннулировались. Если бы Всевышний не поставил со своей стороны, в данном случае, экран, который оставляет нам какую-то личность, какую-то самостоятельность. И за этим он скрывается от нас по своей милости, чтобы мы, как написано здесь, не сгорели и не были испепеленными. Но, тем не менее, в будущем он перестанет скрываться. Он для нас раскроется, но это раскрытие будет опасным, судя по всему, для тех, кто не подготовился, может быть, или для тех, у кого будет вот эта сука. То есть здесь, получается, потребуется уже со стороны человека экран, чтобы иметь возможность получать, опять же, свет Всевышнего и не сгореть в его лучах. То есть получается, что если сейчас Всевышний от нас скрывается, а мы хотим, чтобы он раскрылся, ну, те, кто хочет. В будущем мире, про который сказано одно из его описаний, это Улам-Афух, перевернутый мир. Что в нем будет перевернутым? Вот как раз вот это, что в будущем мире Всевышний будет раскрываться нам, но мы будем закрываться от него. Получается, что в наших руках тогда будет вот эта возможность фильтровать свет. Сколько света, сколько постижений Всевышнего я могу получить, чтобы при этом не исчезнуть, не аннулироваться в его бесконечном свете. И как раз это напоминает нам законы Суки, в которой крыша должна быть такая худая, с отверстиями, подвижная, должно быть больше тени, чем света. То есть она свет пропускает, но все-таки она в основном закрывает. Итак, как все это понять для нас? Ну, нам, кто был на семинарах Бнаенова, вспоминают встречу с Равом Шерки, где он нарисовал на доске домик с трубой. И рассказал, что как бы крыша или потолок защищает человечество от вот этого бесконечного света, в котором оно может аннулироваться. И крышей служит природа, которая и заслоняет от нас Всевышнего ее законы. То есть мы видим вокруг себя дома, деревья, облака, планеты, Солнце Всевышнего мы не видим. То есть вот это вот как раз у нас искаженное зрение, как раз тот кутляр, в который он поместил Солнце. Здесь говорится о потолке. То есть это никакая не Сука, это как раз такой железобетонный потолок. Но в нем есть труба. Труба – это еврейский народ, задача которого фильтровать вот этот свет бесконечности и передавать его народам мира в той мере, в которой они могут его получать. То есть получать постижение Всевышнего и не аннигилироваться в нем. Так что же получается, когда Всевышний достанет Солнце из кутляра? То вот этому домику снесет крышу, но останется труба. То есть труба – это как раз возможность получать вот этот свет дозированно. И что же тогда является сукой для жителей будущего мира, которые туда придут в такую опасную ситуацию, когда Солнце без кутляра все испепеляет? То есть у них, у тех, кто, получается, установил какой-то контакт с трубой, то есть с еврейским народом, у них будет вот эта самая сука, то есть возможности получать свет и не сгореть в нем. Ну и тут есть еще одна интересная агада. Она приводится в том же трактате Абвадазара на странице 3b, но я привел ее из Медраша Танхума. Там немножко другие детали важные мне. Когда приходит время, про которое сказано, что завтра получать награду, то есть сейчас мы трудимся, исполняем заповеди, потом будет некий такой рубеж, после которого уже не исполняют заповеди, а получают награду за них. И приходят народы мира, выясняются, у которых нет награды, потому что они не исполняли заповеди, потому что им не дана была тора. И они просят Всевышнего дать им какую-то возможность присоединиться к этому празднику жизни. И Всевышний в виде исключения дает им заповедь суки. И они ее делают, но в итоге он достает после этого солнце из футляра, и у них ничего не получается. То есть сука их не защищает, и они уходят. Так, что все это значит? Да, поскольку мы про это читаем, у нас есть возможность понять, в чем их ошибка. То есть мы уже не в таком состоянии, поскольку мы уже получили в какой-то мере какие-то заповеди от Всевышнего и какие-то действия делаем. Но тем не менее мы из этой истории видим, что сука получается таким билетом в будущий мир. То есть как раз это подходит на то, что это такой как бы экран для защиты, чтобы не сгореть в будущем мире. Или какой-то там космический корабль, я не знаю, чтобы путешествовать вот в этом свете бесконечности и не самоаннулироваться. То есть это подходит под эту тему верхний фильтр, это футляр солнца, который в руках Всевышнего, и нижний фильтр – это сука, которая в руках человека. Более того, во-первых, у нее потолок такой подвижный, этой суки. Во-вторых, есть там закон, что человек, если он испытывает дискомфорт, он может выйти из суки. То есть это такая заповедь, которая находится в целом в свободе выбора человека. Ну и из объяснений Равы Шеркия получается, что вот эта сука или ее потолок, вот этот зеленый подвижный – это еврейский народ. И, соответственно, билет в будущий мир получают те представители народов мира, которые успели установить во время истории контакты с еврейским народом, и через которых они могут уже получать дозированность в свет. И еще один интересный момент про праздник Суккот сказано, что он устанавливается в честь Суккот, в которых жили сыны Израиля, когда они вышли из Египта. И второе – из облаков славы, которые тоже называются Суккот, в которых они шли по пустыне. И тут есть интересный комментарий Рабина Ахмана, что вот эти облака славы, которые защищали Исраиль во время перехода по пустыне – это были Гера и Баалей Чува. И получается интересный момент. Ну, у него постоянно вот это Гера и Баалей Чува. Геров он никогда, на моей памяти, не делил на Герцедека Гертушах. Но можно предположить, что это какие-то дружественные представители народов мира, которые служат буфером между Исраилем и агрессивными представителями народов мира. Ну, по Пшату в пустыне есть разные опасности природы, такие как змеи и скорпионы. Их охраняли, их облака славы. По Рабина Ахману получается, что Исраиль, там есть агрессивные народы мира, там Исаф и так далее. И их защищают, как облака славы, вот эти вот Геры и Баалей Чува, то есть дружественные народы мира. И тогда получается, опять же, это вот исключительно мое имхо, если соединить комментарии Раба Шерки и Раби Нахмана, что во время истории народы мира, то есть Бней Ноах, защищают Исраиль от опасности природы, или же там от агрессивных представителей народов. Потому что Исраиль находится в чужом месте, то есть они как пришельцы, они гости с неба, они находятся в мире природы, который опасен. И тут представители природы, то есть Бней Ноах, которые такие природные, естественные жители, они их защищают у себя дома. Но когда наступает будущий мир, тогда все переворачивается. То есть Исраиль у себя дома, Бней Ноах, они находятся в непонятной какой-то для себя среде, там кругом бесконечный свет, который может испепелить. Если они во время истории защищали, как бы дружили с народом Израиля, тогда получается наоборот. То есть Исраиль становится для них вот этой крышей, которая их сохраняет от пылающего света солнца. Ну вот примерно такие у меня предположения на то, что я вот в этом году выучил. Жду критики или каких-то добавлений. Очень здорово. Хотел спросить, если они в пустыне были буфером, скажем так, по-простому, между Израилем и другими народами, может ли в перевернутом мире эта функция у них сохранится? То есть они будут буфером, переводчиками между Израилем и другими народами и предыдущими, которые помогут им этим контактам раскрыться, может быть, нет? Нет, но они служили буфером от опасностей. То есть... Да, но теперь весь мир находится в опасности, как бы, если раскрытие божественного света, оно настолько тяжело для других народов, что они не в состоянии это вынести. Возможно, ну, то есть, как бы, присоединение с Абдахманом, вот эти геры, которые близки к народу Израиля, или там, Гнейноф, по нашей терминологии, которые, как бы, вместе с народом Израиля находятся в этой суке, может, они могут точно так же привезти другие народы или помочь другим народам туда же зайти. Потому что сейчас опасность для них теперь существует. И, как бы, мы же не хотим, чтобы их, на самом деле, всех уничтожили. Мы хотим, наоборот, чтобы все они пришли под крылья швины. Конечно, мы хотим. Ну, да, несмотря на то, что третий лист трактата Абудазара нам такую возможность не предоставляет, мы можем предположить, что тут есть трехступенчатая такая система. Израиль в будущем мире защищает Бнейнох от вот этого палящего света. А Бнейнох, в свою очередь, защищают вот этих оставшихся Офдейко Хавим, Умазалот. Ну, вообще, похожая идея есть еще кое-где, но что есть посредники такие, которые… Ну, там, например, праведники, у которых были… Это очень дальний параллель. Праведники, у которых были размышления, греховные размышления, не дела, а размышления только, они могут вытащить из геенома грешников, у которых были позитивные размышления о том, чтобы они не делали заповедительных, не были хорошими, но у них были позитивные размышления. И вот они могут через это вытащить их. То есть такие идеи посредничества, они, в принципе, существуют. Это в какой-то хасидской книге я читал, не помню. Это кто-то вот из первых хасидов, учеников Магида из Меджрича. Да, я даже где-то вот на докладе это говорил. Да, очень интересная идея. Ну, и Раби Нахман очень использует. Кто-то еще что-то хочет сказать? Я хотел только секундочку полу-технически добавить. А вот известно, да, что сейчас еще как-то... Куда пропал? Пропал? Это вроде не пропал. Не, появился. Появился. Хотел сказать, что вот известно, да, что в этом году нет, а вообще во все предыдущие годы, как бы все эти годы мы своими глазами видели, что вполне как бы не в грядущем мире, а вполне в нашем мире, которое вроде существует, вполне приезжают народы, вот японцы ходят, китайцы вообще, приходит куча народов, поднимается в Иерусалим. На Суккот именно, да? Да, да, да. Откуда им эта сумасшедшая идея в голову пришла? Не, ну она из Танаха. Это известно, это в пророках сказано. И когда будет Суккот, придут все народы, там это есть у пророков. Кто-то их как-то это, смотри, многие люди читают Библию, там, я не знаю, занимательная Библия, но не все приезжают в Суккот в Иерусалим. Не все, да. Но те, которые... Я не видел у них плакаты, мы в Нейнох, мы вас будем защищать, вы нас в этом мире. Не, 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 они не обязательно в Нейнох, это христиане в основном, которые поддерживают. Окей. Это есть какой-то, да, христианский марш, да, вот именно на Суккот. Они приезжают, и там массово идут, мы любим Исраэль, и все такое. Они как бы сами доперли, они как бы сами доперли вообще. Моя подруга даже видела одного православного, за ним шел тот трехцветным российским флагом. Но это уникум, а в основном, конечно, другие страны. Но там вот был один православный, такой явный. Надо нам как-то с ними, мне кажется, соединиться, нет? В этом мире, как бы, ну не в грядущем, а в этом мире соединиться. Ну, есть люди, которые над этим работают, но это не всегда в Нейнох. То есть, может, там и есть в Нейнох? Они не доперли еще. По-моему, они где-то были. Мы им объясним. Когда-то были какие-то в Нейнох, мне кажется, где-то, в какой-то шествии. Я не каждый раз на них иду. Я в прошлом году в Тель-Авиве был, по-моему, это тоже был Суккот. Ходили такие замечательные люди, совершенно витающие, каких-то в полутора метрах, вообще говоря, от Карки, от Земли. И там Хара Кришна, что-то такое, тоже Суккот был. Мы, правда, не в Иерусалиме, а в Тель-Авиве. Суккотом связываем. Да? Да. Мне удивительно, что они сейчас Суккот сюда приезжают. Понимаешь? Это мне действительно удивительно. Они вроде рабошерки не слушали. На наши лекции тоже пока не ходили. Но как-то они до этого доперли. Еще раз, они из одного и того же источника, из Танаха, они это черпают. Но у них есть свои идеи. Ничуть не менее глубокие. Окей. Ну, хорошо. Ну, сегодня у нас третьим будет Дима. Потому что мы продолжим пока тему Суккота. А у Димы будет немножко другая тема, связанная с недельной главой. Собственно, это недельная глава, которую не читают в субботу никогда. Ее читают только на праздники Семхаттара. Но отрывки из нее читают уже в будни, там, в Сенивах и Миши даже несколько раз. И в Минху в субботу ее читают. То, что в Минху, принято читать следующую недельную главу. А в праздник Суккота, например, в субботу Суккота, что там читают? Ну, читают. И это интересно, что надо с этой главой тоже соотнестись. Это хорошо, что Дима нам ее сегодня принесет. А я продолжу тему Суккот. Уже, как ни странно, так мы перейдем в обратную сторону от Кабалы к Шату. Немножко к философии, к размышлениям, которых я хотела вас пригласить. Но начинается это размышление с некоторой проблемой. Вот, как говорил Андрей, в книге «Воекра» у нас, когда переключаются все праздники, объясняется причина, по которой мы празднуем Суккот. И там написано «В Суккот сидите там семь дней, поскольку я посадил вас в Шалашах в Суккот после выхода из Египта». Одну секунду. То есть причина как бы истана. С другой стороны, когда это случилось? Вот если мы возьмем описание выхода из Египта, я не переписывала в себе файл, она просто открыла перевод из Египта. Не всегда это стопроцентно есть тут. Но нас интересует последовательность событий. Как она происходит? Вот, это глава 12, 27, 37 стих. После выхода из Египта и отправились сыны Израиля из Рамсеса в Суккот. И дальше описывается, как они отправились, сколько их там было. И испекли одни тесто. И так вот, наконец, когда они после выхода из Египта, как все мы знаем, они не успели там печь тесто, и оно не успело у них взойти, они выходили поспешно. И это фактически первая остановка, где они смогли остановиться, испечь себе тесто лепешками пресными. Ибо, ну и объясняется, оно не вскисло, потому что они были выгнаны из Египта и не могли медлить, и даже пищи не приготовили себе. А дальше идет резоспекция. На самом деле, я бы ожидала, что мы начали сейчас описание их путешествия. И на самом деле, действительно, в следующей главе, в следующем недельном разделе, это Боа, это Бешалат, будет продолжение, куда они дальше двинулись. Почему они туда дальше двинулись. Но здесь продолжения нет, не говорится, куда они дальше двинулись, а идет ретроспекция. Объясняется, сколько лет они были в Египте, и как их там действительно... То, что мы уже слышали, как бы. И было, полночь Господь поразил всякого первенца. А, нет, это, извините, это я назад, нет. И какой будет устав Песоха, и как они вышли, «Посвяти мне каждого первенца», говорит, в 13 главе, когда ведет себя Господь на Анскую, и так далее. То есть, с одной стороны, ретроспекция, как они выходили, а с другой стороны, как это будет, когда он ведет их в землю хунаанскую. То есть, фактически, у нас тут есть некоторый перерыв. Они в страшной-страшной спешке убегали из Египта, они там, тесто не успело взойти, они там двигались очень быстро из-за Амсеса в Сукоку, а тут они пришли и остановились. И вот в память про эти Сукоку, про эти шалаши, мы празднуем праздник Сукоку. Проблема одна, что это происходит когда? Это происходит непосредственно после выхода из Египта, день-другой после выхода. А празднуем мы этот праздник осенью, в Сукоку. Есть у этого много разных объяснений, прекрасные статьи, я вас адресую, Рава Шерки, которая дает этому еще смысл взрывношения между Израилем и народами. Но я хотела сегодня поговорить немножко о другом. О том, что происходит, о динамике продвижения. Мы здесь видим определенную динамику такую, что сначала есть резкий выход, они торопятся, они спешат. Тут происходит много всяческих событий. Смерть первенцев. Они несут с собой там выпрошенную одежду, они внесут с собой хлеб, они спешат, выходят. И вот они, первая стоянка, где они остановились. На самом деле, можно было дальше рассказать, куда они дальше пойдут. Они пошли, тем путем пошли, этим путем пришли Альпипеор. Это еще до перехода Красного моря. Но тут есть некоторая остановка. Остановка, в которой Тара дает эту аспекцию, дает перспективу, что будет дальше. Есть некоторая общая идея такая, что в процессе продвижения должны быть остановки. Должны быть остановки, в которой человек, в которой народ должен переосмыслить, что с ним происходит. Посмотреть назад, посмотреть вперед. Почему же все-таки мы не празднуем этих классов? Может быть, следует прямо скопировать то, что происходило в истории, на то, как мы это празднуем. На самом деле, если подумать, весь период от Песоха до Шмота это период вот такого продвижения процесса. У нас есть счет Омера, который мы считаем дни. И там как бы нет места с точки зрения осознания исторического, где такое остановка. С точки зрения осознания исторического, у нас есть место для того, чтобы остановиться осенью, когда мы собрали урожай, когда мы подвели какую-то черту после осенних праздников, когда мы подвели черту не только в материальной области, но и в духовной. И тут мы можем остановиться и осознать, что с нами произошло, и куда мы движемся. С одной стороны, тут есть как бы одна и та же схема, которая, значит, она первый раз происходила на очень узком временном пространстве, а празднует ее на более широком временном пространстве в перспективе года. И ничего такого удивительного в этом нет. Очень часто бывает, что одни и те же схемы повторяются, в смысле идеи повторяются в разном временном пространстве, в разных структурах. Например, в Кабале одни и те же идеи повторяются совершенно в разных описаниях. Я не буду приводить пример, это к нам сегодня не относится. Но даже, вот скажем, по-простому, есть сферот, есть какие-то божественные атрибуты. И в каждой сфере есть внутри тот же самый набор сферот. Внутри как бы в капле отражается весь мир. Вот есть такая идея. То есть в любой капле может отразиться идея. Это общие слова, которые я хотела сказать. А более конкретно я хотела вместе с вами обдумать, в чем на самом деле в человеческой жизни или в истории народа. Почему возникает такая неполадка? В таких случаях она возникает. Почему она нужна? Я не услышал слова возникает что? Потому что ты быстро сказала это слово. Необходимость остановки. Какой смысл у этой остановки? Почему мир не может двигаться равномерно, прямолинейно? То есть как мы осознаем вот эту необходимость остановиться где-то и переводить, что с нами произошло? Неважно, позитивное, негативное. Человеку требуется, миру требуется, народу требуется остановка. Остановка с тем, чтобы посмотреть назад, посмотреть вперед. Мы каждый день ложимся спать. Непонятно зачем. Треть нашей жизни проводим совершенно полным безделием, ничего не созидая. Что при этом происходит? Зачем мне нужны эти остановки? Есть еще много примеров. Хотелось бы личного отношения к этому делу, какое-то размышление, может быть, на теку. Получается, все еврейские праздники это как раз вот такие остановки, когда народ осмысливает события, произошедшие с ним в прошлом. Это тоже очень интересно. Я даже об этом не думала. Наверное? Равгитик сказал это. Равгитик сказал, что шана это круг. А есть слово хук, кружочки. Это похоже на пояс, который идет номер какой-то 64-й. У него есть 25 остановок. И когда ты подъезжаешь к остановке А, то ты знаешь, обычно остановка 5 минут, выходят цыгане, поют песни. И ты знаешь, что если будет остановка Б, то там будут ребята в таких больших шапках предлагать вкусные пирожки. Ты приезжаешь в следующую остановку. То есть, получается, нам кажется, что время стоит, а человек движется, но мы же умные все с вами в Неноке, все ровно наоборот. Вернее, наоборот. Время было, будет дальше, а мы, человек, как бы стоит, а время течет. А все ровно наоборот. Время стоит, а мы, как пауки, как жуки, бегаем. И получается, мы живем по кругу. И если у нас сейчас сукот, то это духовная атмосфера, которую мы не чувствуем. Смотрите, если бы мы чувствовали эти вещи, то бы мы знали, у нас сукот очень весело. Прям бывает, приезжаешь на какое-то место и ты чувствуешь энергетику. Вот кто был, например, плохое чувство, Аушвиц, кто хоть раз был, неважно, человек даже не разговаривает на этом языке, и он не знает, куда он попал. Китайца привезли первый раз и бросили туда. И он, я видел таких людей. Вот энергетика есть, понимаете? В любом дне, в любом празднике есть энергетика. Если бы она измерялась барометром, килограммами, температурой, градусами, мы бы это чувствовали. Но, к сожалению, не все имеют барометр в душе. Вот. Да, идея того, что, конечно, праздники, они остановки, которые на нас, на каждой остановке есть какой-то собственный характер. Это то, что я хотела сказать. Что у нее есть там, если бы мы это, когда мне нужен был календарь, мы бы это чувствовали там из живота, что сегодня нужно молиться больше, а завтра нужно больше учиться, а послезавтра, да, вот, кстати, действительно, там, послезавтра надо будет больше учиться, но это уже нарабатывать. Или там, всякие оттенки смыслов, да, но мы сами, на самом деле, совершенно не очевидно, что это там время нам их задают, потому что праздники мы задают народу. Он освещает, то есть сейчас это календарь принятый, а раньше это было очень кардинально, это очень принципиально было, что именно народ определяет, когда будет праздник, тем, что он освещает месяц, тем, что в храме получают свидетельство о том, что видели новый месяц, конечно, есть какие-то интеракции между природой и народом, но народ, как бы, это очень важно, что он решает, когда начнется следующий месяц, и поэтому праздники от этого зависят. А суббота нет, она космическая, она никогда, она всегда на своем месте, то есть есть разница между субботой и праздниками, праздники, на самом деле, у праздников есть два аспекта, один аспект такой общий, что мы должны, как бы, праздник существует, и мы должны его усилить, продвинуть, принести больше жертв и так далее, а другой аспект, что мы на самом деле должны его создавать, эту святость праздничную. Но это немножко, мне кажется, отступление. Мне больше хотелось размышления о том, что для вас значит остановки в жизни. Можно я? Да, да, конечно. Смотрите, то есть я, мне кажется, что праздники это такой момент, когда Всевышний Маше просит увидеть Бога, и Бог ставит его в расщелине, и пройдя, он увидит, ну, как бы, мы можем Бога видеть только со спины. Да, вот праздник, мне кажется, это та остановка своеобразная, когда мы можем посмотреть на те дела Всевышнего, которые произошли в нашей жизни, их проанализировать и что-то к себе, ну, вот, добавлять. Ну, это как с моей стороны. Да, хорошо это связано со праздником. Нет, вообще, я хотел сказать, что, ну, в жизни отдельного человека это вполне естественно, конечно, иногда желание остановиться, все осмыслить, потом снова двигаться дальше, это как возбуждение и торможение, там, или размышление и экшен, а вот, что касается народа, где-то была мысль, что иудаизм это религия освящения времени, то есть, может быть, евреи в древности больше, чем мы чувствовали, что время неоднородно и что есть какие-то дни или какие-то моменты, когда вот такие остановки нужны, это какое-то ощущение не связанное с рациональными соображениями, просто у них это ощущение было, а у нас нет. Но я хотел задать вопрос, почему-то только сегодня появился, пока вы говорили, а вот Песох, это какая ночь? Это ночь, когда ночь гибели первенцев, так скажем, годовщина, а переход через Красное море это уже через несколько дней, да? Да, это мы еще не дошли, вот Суккот, то есть если мы говорим о линии временной, когда они жили в шалашах, они еще не дошли, еще два перехода, если я не ошибаюсь, тут у нас есть большие специалисты в Таре, если Дима проверит, там, по-моему, еще два перехода до моря у них есть, да? Сейчас посмотрим. Там же семь дней, по-моему, как раз последний завершающий день Песоха и празднуют переход через Красное море. я имею в виду, сколько было не дней, а сколько было остановок. К переходу? Да, ну там, может быть. Два или три точно было, по-моему. Да, два или три. Суккот точно, а что там еще к Суккот? Ну, может посмотреть, но это в данный момент, мне кажется, не самое существенное. То есть они еще не оторвались совершенно полностью от Египта, потому что, на самом деле, до перехода через море они еще как бы это и те комментаторы, которые уподобляют выход из Египта рождения. Для них переход через море это как бы уже окончательный разрыв там и отход рождения через воды плода. Ну, и понятно, что после того, как вся армия там гибнет в море, уже нет как бы реального возврата в Египет. А до этого еще все как-то неопределенно. Тем не менее, уже в этой точке они должны остановиться и понять, что с кем произошло. Ну, я думаю, что как в жизни каждого конкретного человека есть такая потребность, как Григорий сказал, так и в жизни народа. И в смысле динамики, происходящие в тот момент, это было необходимо, потому что невозможно не остановиться, невозможно не переварить и не осознать, что с тобой произошло. Поэтому тара возвращается к тому, что было до этого и говорит дальше о том, что будет. Как бы нужно как-то усвоить этот процесс, который начался. и то же самое в отношении года, как мы говорили в суббот, нам нужна эта остановка, выйти из дома, выйти из привычных рамок, остановиться и понять, что с нами происходило за этот год, что нам предстоит в будущем году. Интересно в данном контексте, может быть, что с нами происходило в прошлый год, обдумать. Последнее, что я хотела сказать, если никто больше не хочет ничего добавить, но может и потом добавить, что есть разногласия, насколько я помню, между Раби Лезером и Раби Акивой в Талмуде, как надо понимать суккот. То есть, из чего мы учим, откуда мы учим, необходимо строить суккот, из этих вот суккот, которые сделал им Бог при выходе из Агипта, и они немножко по-разному трактуют стихи, и каждый делает свой вывод. Раби Лезером говорит, суккот, реальный суккот, если это будут настоящие шалаши. Нет, нет, наоборот, наоборот. Раби Лезером говорит, я тебе уверяю, проверим. Раби Лезером на ней кого-то, а Раби Акива как раз он за стам суккот. Ну, может быть, я ошибаюсь, мы потом проверим. Она. А второй Танай говорит, что это было облако славы. И в этом смысле тоже, может быть, стоит обдумать, где мы останавливаемся, когда мы делаем эту остановку, чтобы поразмыслить о нашей жизни. Что происходит в суке? Мы сидим там в материальной земной суке, как часто уподобляют ее микки, в который человек погружается всем целым, всем своим существом, всем своим телом. Он выполняет заповедь, он целиком материальным, и там он сидит и обдумывает свою жизнь, свою материальную жизнь в этом мире. Или же, если мы говорим тут метафорически о облаках славы, то, может быть, когда мы говорим об остановке, эта остановка должна быть как бы внутри шхены, внутри божественного присутствия. Я себя измеряю с теми целями, которые Бог мне поставил. С его славой, с его величием. И там, где я нахожусь, под его защитой, под его управлением, сидеть и осознавать свою жизнь. Это вот мой вопрос. И, возможно, они оба правы в каком-то каждый из мудрецов. В смысле трактовки стихов, у каждого из них есть свой подход. Но в смысле философском человеку, видимо, важное то и другое и увидеть собственную жизнь, материальную, погружаясь в нее, обдумывая ее каждый шаг и при этом соотносить себя с облаками славы, чего Бог хочет от тебя. Давай, давай. Просто эту тему я очень долго разрабатывал, поэтому их легко подружить, Раби Лезер и Раби Акива. На самом деле, они два разных человека, хотя Раби Акива был учеником Раби Лезера, то есть ученик спорит с учителем. Так вот, Раби Лезер, в отличие от Раби Акива, непростой был человек. Он был из царской фамилии, которая идет еще к Давиду. То есть, он был аристократ, Лезер говорит исключительно про Ананея Кавод, то есть, про облака славы. Здесь сука, здесь смысл суки. Более того, Виленский Гаон меня убедил сто процентов, что речь вообще не про сукот, которые были в пустыне. Он говорит, 15-го ровно Тишрея сошли облака славы на Мишкан, который начинал строиться. То есть, после Золотого Тельца не было облаков славы. Более того, 7 дней, потому что было 7 облаков славы, и 10-го Тишрея Маше спустился, сказал, все, нам Всевышний простил, салахтил кедвареха. 11-го числа он судил, а начиная с 12-го числа он собирал деньги, материалы, золото, серебро на Мишкан. И как только Бецалель камень первый возложил и ленточку разрезал, 15-го Тишрея, в этот момент спустились облака славы. И поэтому называется Тишрея, и поэтому облака славы является символом Тишрея. Раби Акива сказал, не, это все хорошо, но давайте попроще. Облака славы это защита, которая была сделана сверху. Хасидут говорит, пробуждение сверху. Это защита, то, что Андрей говорит, божественная защита, она сверху. А раби Акива говорит, давайте будем по-нашим, по-человечески, будем снизу защиту делать. То есть это гитарерут лемата. И получается, что они оба правы, и тот, и тот, и учитель, и ученик. Просто они смотрят на этот суккот, на этот праздник с двух противоположных сторон. Один сверху, второй снизу. Мне кажется, вот... Конечно, ты прав насчет Раби Азера и Абли Кива. Да, это я меня в голове немножко сдвинула. Все сочетается, да, я просто хотела посмотреть на это немножко под другим углом. Если я лучше обдумывающее житье, да, когда человек останавливается, делает то, что называется хешбонэфи, да, откуда я вышел, что со мной произошло, я должен это как-то... Я все знаю, да, я знаю, что со мной произошло, я знаю, куда я иду, но мне нужна остановка, чтобы это все переварить, чтобы это все осознать. Откуда я это все, где я это все осознаю? Осознаю я только вот в том месте, где я нахожусь, в суке материальной, или мне нужно это осознавать под облаками сна? Это немножко другой вопрос, но в общем это все совершенно верно. Это все сочетается. Мне казалось, что мы очень далеко и разные темы рассматривались с Андреем, но они тут связались, я считаю, очень неплохо. По поводу оскановки-то... А, да, Григорий. Андрей, извини, пожалуйста, а я вот подумал, а довольно странное получается время для этого выбрано. Только-только был Рошашана, только-только был Йом-Кипур, вот как раз Эл-Уль. Вот как раз тогда мы и задумывались о жизни, так сказать, о пройденном пути и так далее. Почему вдруг сейчас-то такая потребность? Было бы более логично как раз, чтобы она была где-нибудь в районе месяца Ниссан? Мне кажется, Ниссан точно не подходит, потому что... Почему? Это моё мнение лично, я нигде это не видел, потому что там, на самом деле, динамика другая. Там мы идём, 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 идём от Незву к Шмолоту, мы движемся, каждый день считаем. Там немножко другой счёт. Это не Хижбон, не Фиш, это некоторое продвижение. Не совсем. Почему не вы Лули, это интересный вопрос, потому что, на самом деле, процесс раскаяния, он начинается в Иллю, начинаем с Шафартов раньше, в Ашкеназов мы только отрубим Шафар сначала с Лихот начинаем читать близко к Росшана, тем не менее, есть какой-то процесс подготовки к тому, что происходит в Росшана и к тому, что происходит в Йом-Кипур, но это ещё не конец. Это не конец подведения итогов. На самом деле, особенно для народов мира считается, что Йом-Кипур это нечто такое израильское, это нечто такое еврейское, больше личные счёты там с боком народные, а конец вот этого процесса раскаяния, подведения полной, печать полная, она происходит в конце Сухота, то, что называется Ашана-Раба, и поэтому в этот день мы читаем много всяких молитв о спасении и так далее. И в этот день ночью перед Ашана-Раба свечи начинается этот день, то есть это будет ночью с пятницы, с четверга на пятницу на эти недели. Вот это последняя уже точка, где можно раскатиться, и там завершается этот Сух. Поэтому Сухот, естественно, перед самым концом, уже перед следующим продвижением начинается оттуда следующий круг чтения Тары с Хинсимхатера, следующий виток. А между этими двумя витками есть такое вот время, такое вот оно все начинается с Ирулой, кончая Ашана-Раба, оно все посвящено внутренней работе. А Сухот это остановка. Да. И у нее может быть свой специфический смысл в этой душевной работе, которую в городе. Не похожий на то, что было в Росшанай, не похожий на то, что было в Ямке. Бору, у каждого из этих праздников есть свой характер, в смысле философский такой, но это уже будет слишком дальнее отступление. И тогда получается, что не случайно, что этот процесс внутренней работы над собой, размышлений, тшувы, раскаяния, что он все-таки завершается весельем. Да, я думаю, правильно. Григорий, я, наверное, знаю, как ответить на ваш вопрос. У нас человек, вот знаете, как хасиды в 18 веке друг друга останавливали от того, чтобы они улетели в кабалу, в небо, в звезды. Пряник в рот, помните, когда Аль-Тареба учился своим напарникам. Только человек учит кабалу, он готов либо здесь жениться на торе, либо улететь в небо, либо уйти в пещеру. Таких людей надо возвращать на землю, причем желательно сразу, и ноги, и руки. И вот пряник в рот, человек начинает есть, и он понимает, что он на земле. У нас дело в том, что и Рошашана, и Йом-Кипур это праздники человека-эгоиста, который похож на ангела. У него отношения прямые со Всевышним, один на один. Более того, он поднимается в течение этих десяти дней, Рошашана на Йом-Кипур. Йом-Кипур это пик его одиночества, он на самом верху, он не кушает, не пьет, никаких отношений, нет дезодорантов. Он ангел, только Всевышний и он. Но дело в том, что задача Всевышнего, чтобы все-таки спустился на землю, чтобы он кушал, пил, был не среди ангелов, а среди людей, веселился, гулял, вино, еда, общение. И вот для таких ангелов, человеков, и существует цуккот, его возвращают на землю и говорят, все, теперь начинаем уже жить по-новому. Мне кажется, именно так. Дмитрий, спасибо. Отличная мысль. Может быть, этому есть и параллели выхода из Египта, потому что, на самом деле, то, что происходило с ними при выходе, это что-то не совсем реальное. У меня даже была такая мысль, я ее там доказывала, мы делали в этом году такой виртуальный седр после ПСХ, но я просто ее упомянула, а доказывать не буду, что там происходило какой-то выход за пределы времени. Почему тесто у них не испеклось? У меня такая была немножко измеральная идея, но это видно буквально. Я даже потом спрашивала Рава Ширка, если кто-то помнит, и он сказал, что да, это вполне легитимный такой подход. То есть там происходило что-то, так сказать, очень-очень высокое. И вот, когда они сели в суху, согласуетесь с тем, что Дима сказал, они сели на землю и стали думать, понимать, как это понять в земном смысле все, что с ними произошло. Так что это нормально, это красиво. Спасибо, Дима. Да, я хотел еще добавить по поводу остановки. Если задуматься о духовных состояниях, которые лежат в основе трех праздников, то Песах и Шивот, они действительно состояния такие неустойчивые. Исход из Египта это желание убежать, когда я нахожусь в каком-то невыносимом состоянии. Я хочу бежать, и я думаю, как освободиться от. То есть я даже особо не знаю, куда я бегу. Я бегу отсюда. И там у них особо цели-то не было. То есть там Мушек говорил, что пойдем поклониться Богу нашему. Потом выяснилось, что у них была цель получить Тору. Потом выяснилось, что прийти в Рецесраэль построить храм. Но в момент побега они думают, лишь бы убежать отсюда. То есть Песах это такой вектор из точки А. Куда-то в бесконечность. Непонятно куда. А Шивот это тоже как бы это вектор в точку Б. То есть это опять же мы когда идем по направлению к Шивот, считают дни. Считают дни, которые приближают к Шивоту. То есть это такое восхождение. И сам Шивот это на горе, несмотря на то, что Муше там было 40 дней, но это как бы на небесах все равно место, на котором трудно удержаться для нормального человека, не для Муше. И то, что вот называется Рацо Вашов туда и обратно, то, что называется поклонимся и вернемся, то есть это какой-то пик, которого ты достигаешь и тут же падаешь. И поэтому у нас вот есть путь из точки А это Песах, путь в точку Б это Шивот. И там оба состояния неустойчивы. Как бы остановиться и подумать там негде. И остается у нас только как раз Сукот. это вот какая-то остановка, где 8 дней сидит человек и думает. Я хотел одну вещь добавить, если можно. Мне кажется, это несколько параметров. И кажется, что есть как бы большая разница между русским остановком и Ацерет в Иврите. По-русски остановка, то есть начнем с Иврита. На Иврите Ацерет совершенно однозначно, что это собрание. То есть даже в современном Иврите митинг, митинг, да, вот большой митинг, скажем, какая-то, по-русски, по-моему, это называется митинг, большое собрание людей, когда они все вместе собираются. Это называется Ацерет. Да? И точно так же это называется, и точно так же это в Тонархическом Иврите, во всяком случае, в Торе. Когда это по-русски остановка, остановка, это, во-первых, что-то индивидуальное, во-вторых, остановка, это точно, это не собрание, это не митинг. Для митинга есть слово митинг, правильно? А Ацерет это совсем другая вещь. На слух по-русски, совершенно другое, Ацерет. Вот это то, что я хочу. Я вообще не говорю, прожмини Ацерет, я говорю только про сухот. Да, то, что мы говорили про остановки, понимаешь, может быть, остановки, в смысле праздники. Это была стоянка, у них стоянка в пустыне. Они до этого как бы двигались все время, вышли из Египта, бежали, у них все время была какой-то такой динамика такая. А в этот момент, первый момент, где они смогли испечь свой хлеб, который они тащили всю эту дорогу. Они вообще неизвестно, где были и как они туда дошли. Но тут они, у них стоянка была. Хану. Это не остановка, не в смысле Ацерет, а в смысле Ханаян. Ну, как сказать, если ты хочешь современные влеты. А разве Ацерет это соматологическая в смысле митинг? Да, да, Вот и был партий. Ацерет, это да, это переводится Ацерет и Елэхэм, да, это будет... Ацерет либо Хакхэль. Хакхэль. Хакхэль это как Ацерет. Нет, Аххэль это немножко другое, это собрание. Ацерет это всегда остановка. Это у Песаха есть Ацерет, это как раз пересечение моря. То есть Ацерет в Анахическом это остановка. А где в Торе собрание, интересно? Это переводится собрание, но может быть не всегда. Да. Надо проверить, не знаю, так на слух, когда пишется в Торе, в смысле, что то, что по-русски переводится остановились, Ацру. Не знаю, не могу так вспомнить, когда написано Вы и Ацру, и они остановились. Ацерет это собрание. Ну да, а как остановились? Остановились. Хану, да. Хану это паркинг, но Хану это паркинг. В смысле, окинули стоянку. Сделали стоянку. Так я же про это и говорю. Но я говорила сейчас о философии этой стоянки, что нужно было. Почему? Я просто посмотрела в текст старый, что там на самом деле, ну, мы вот, например, там в Медбарке дошли, это перечисляли. Остановились здесь, пошли туда. Остановились здесь, пошли туда. Двигнулись оттуда, пришли сюда. Там перечисляются они все подряд. Плошное движение от стоянки к стоянке. И там вообще, даже мы не знаем, где они сидели 30 лет, а где они сидели 2 дня. Ну, можно выяснить потом. А в данном тексте они пришли туда, и дальше не рассказывается сразу, куда они дальше двинулись, хотя они, в общем, двинулись дальше. А рассказывается, идет ретроспект для того, что с ними было, и того, что с ними будет, в перспективе. Зачем Тара это тут вставляет? Она говорит, мы пришли на эту стоянку, мы здесь осмысляем, то, что Суккот, это место, как бы осмысление. Это было, оказывается, вкратце мое предисловие, объяснение этой идеи, почему это остановка. Но так это же можно совместить. Как можно собрание провести, не останавливаясь? Нет, но это не к месту был, очень может быть, что-то там. Есть еще, выжимать масло из маслин, тоже тот же самый глагол. А теперь соедините три. Собраться, остановиться и выжать масло из маслин. Прелесть просто. А что выжать масло из маслин? Это как раз, как лацор. Вот это танахическое слово. Это я, честно говоря, не вообще не помню абсолютно. То есть лац, ну, может быть, не лац. А может это касается единоличного и множества, когда сам человек останавливается и народ останавливается? С точки зрения философской, мне кажется, что это относится и к человеку и к народу. Это немного разные вещи. Интересно посмотреть в Танахе, в Танахе, в Танахе, в Хумаше, в Коре, есть ли где-то ацар по отношению к человеку, который просто остановился. Я не могу вспомнить. Ну, мы посмотрим. Яков остановился на наш человек. Давайте мы немножко в сторону шли, потому что мы не говорили про ацарет вообще. Как в армии говорят. Ну, вот Антон пишет, как в армии, сборка, точка сборки. В армии говорят так, ацар, в армии для того, чтобы выстрелить в человека, надо очень быстро сказать три вещи. Ацар, ацар, они юре-юре, остановись, стреляя, стреляя. Ну, мы уже очень-то не слушали. Ацар, юре-юре, бум. Давай предоставим слово сейчас Диме, потому что мы хотим продвинуться, я думаю. А про сукот можно сказать, Дима? Нужно. Ну, вот смотрите, мне сукот это праздник дшувы из любви. А если по пропесоху и пройтись по шавот, то получается, вот когда возникает вот это желание выйти из вот этого рабства, это возвращение от дшува, и вот этот процесс идет, когда дшува по принуждению и доходит до вот этого периода, когда дшува из любви. Вот так вот мне такая аналогия. Ну, может быть, да, потому что это связано с радостью, да. Да, их давили египтяне, чтобы они вышли, потом, опять же, под давлением дали тору на шавот и только в сукот, вот они из любви и все это делали. Ну, давили-то давили, Андрей, но тот, кто не захотел, тот остался. То есть, тут нужно свое решение выйти. Правильно? Да, но тем не менее, да, но какие-то вещи... дшувей, это же тоже так, правильно? Желание это должно родиться и желание измениться, ну, а зависит от чего оно изменилось. Таня, в качестве доказательства твоей теории, они добровольно, представляешь, давали свое золото на мешкан и серебро. Это уже процесс, ты же не... Они приносили на сукот. Ты уже как это, present perfect, а я continue. Да, я past for perfect. Но дело в том, что они жили там с пророками в Египте, им было дано обещание и не это знали. То есть, у каждого человека был осознан выбор, либо присоединиться к народу, какими-то следоватами или остаться за силой, а сила это Египет. Это правда, но насчет пророчеств там не все так понятно, потому что совершенно не очевидно было, что пророчества указывают именно на этот год, когда они выходили. Там различные могли подсчеты, и были люди, которые вышли по Медрошаму, и по некоторым свидетельствам Танаха, может быть. Были люди, которые вышли до этого времени и погибли там. Возможно. Значит, они их не знали? Значит, была Анафа? Точно они, видимо, не знали. Поэтому некоторые могли сказать, еще и не время. Может, этот фантазер, мы еще посидим, подождем, когда пройдет 400 лет. К примеру, я предполагаю. То есть, однозначной, я думаю, не было у него. Поэтому всегда Бог оставляет нам свободу выбора. Если бы это все было однозначно, всем понятно и так далее, может быть, все бы вышли. не так кажется. Давайте чуть-чуть, может, про Маше и его смерть. У меня провокационная тема. Перейдем к Диме. Перейдем к Диме. Перейдем к Диме. Все будут участвовать, я думаю, потому что тема провокационная, вопросов миллион, и они настолько не оставляют равнодушными людей, но, в принципе, почему бы нет. Начнем. Ну, смотрите, у нас совсем, наверное, как бы мне и видеть мою бумажку, и видеть нас всех. Не знаю, как это сделать. Вот. Я уменьшил до минимального размера наше лицо. Машера Бейну, наша последняя недельная глава Порошава, Зот Абраха, уходит из этого мира в свой лучший мир, присоединяется к прадцам. Сначала маленький, буквально за пять минут, обзор, что такое смерть праведника. А после этого я в течение недели сидел и на листочке бумаги, писал, что мы для себя можем выучить из смерти Машера Бейну. Тема очень актуальная, нюансов смерти Маше большое количество, поэтому, я думаю, каждый может чего-то вспомнить, добавить. Будет очень интересно. Я всего семь пунктов написал. Думаю, с вашей помощью будет восемь, девять, десять. Он, во-первых, умирает очень необычно, один-единственный на горе. Причем, он умирает вместе со Всевышним, один, без людей, на горе. Почти то же самое произошло и первый раз, когда он встретился со Всевышним. На горе, около Пылающего Куста, тоже один, когда он слушал призыв. вот такой одиночка, Маше Рабейну. Дальше, немножко по смерти. Как он умер? Раши говорит, и умер там Маше, раб Господа, по слову Господа. По слову Господа переводится Аль-Пи-Ашем. Пи – это не только слово, а еще и род. В данном случае поцеловал его Всевышний каким-то образом, и он умер от поцелуя. Вопрос для всех, кто знает, я знаю, кто знает, поэтому тот, кто знает, молчит. Сколько в Талмуде существует, по Талмуду существует видов смерти? Кто знает? Когда душа прощается с телом, рассоединяется, и существует определенное количество видов смерти. Кто знает, сколько видов смерти существует по Талмуду? Никто не знает. Трактат Брахот 8а. Существует 903 вида смерти. Откуда это выведено? Кстати, выведено очень просто. Железное доказательство. Тейлим 68.21 Бог нам Бог во спасение и у Господа Бога выходы и смерти. Вот это выходы и смерти на иврите Тотсаот. А Тотсаот гематрия 903. Мы не будем с вами сейчас перечислять 903 вида смерти, хотя это само по себе интересное занятие. А выберем самые крайние, самая легкая и самая тяжелая. Вопрос для всех. Как вы считаете, какая смерть самая легкая и самая тяжелая? Самая легкая от поцелуя, наверное. Да. Во сне. Ну, от поцелуя, да. А самая тяжелая? А во сне, Дим, нет? Не подходит? Ну, можно и во сне от поцелуя умереть. А если не умирая перейти? Тогда нельзя назвать это смертью. Ну как? Это тоже только она такая вот. Не умирая, не умирая, а умереть. Ты, Таня, понимаешь, что ты говоришь? Нет, это не смерть. Это же переход, смерть это переход, поэтому вот и все. Они никуда не перешли, они остались. Перешли, почему? Два у нас известная. Вопрос, какая самая тяжелая смерть? Сдаетесь? Ну, это у каждого по-разному. Ну, ладно, давай, говори. По поводу казни есть разногласия, какая самая тяжелая. Мы сейчас казни приведем к этим смертям, смотрите. Зависит от восприятия. От восприятия человека? Ну, Нет, это там реально, в Талмуде это имеет реальный смысл, какая казнь самая тяжелая, но в общем не важно. Самая тяжелая казнь, по мнению Талмуда, это... Как смерть от казни ты имеешь в виду? Нет, это самая легкая смерть, это я уже заговариваюсь, потому что я ушел Кабалу на предыдущих двух лекциях. Я прошу прощения, я думаю, что самое тяжелое это самоубийство. Хороший вопрос. Смотря какой, смотря каким методом. Да, каким методом, это где-то между девятьсот... ноль и... первой и девятьсот третий. Но самая тяжелая смерть это Аскара. Талмуд сравнивает эту смерть, я так подозреваю, он знает, что он говорит, выход души тела, как будто выдираются колючки из мотка шерсти. Представьте себе, как это все больно. Берете колючки из мотка шерсти и вытаскиваете. Как это происходило в реальности, в Талмуде прям несколько раз написано. Обычно мне напоминает, честно говоря, коронавирус. Вот послушайте, подходит симптоматика по дифтерийный круп. Мучительная медленная смерть, преграда дыханию, тяжело дышать, причем эта преграда поднимается снизу вверх, с легки, трахеи, выше пошло. И она приканчивает человека, укореняясь у него в горле. Вот это называется Аскара. Более того, интересно, что здесь мы видим типичное удушение. Человек задыхается. Но еще самое... Не знаю. Я вот то, что в Талмуде прочитал сегодня очень быстро в Брахот 8а, я быстро вам читаю. Но самое интересное, то есть вы запомнили, у нас есть самое легкое поцелуй о смерти, мы сейчас поговорим, самая тяжелая Аскара. Как ее перевести, непонятно. Похоже на дифтерию, но на самом деле связано с легкими. Дальше самое интересное, что смерть от удушения, но уже по решению суда, человеческого, она считается самой легкой казнью. Вы помните, у нас четыре вида казни. Самая тяжелая скилла по биению камнями, самая легкая это удушение. Но у нас это касается решения человеческого суда. Есть некоторые противоречия. Если человек согрешил во времена храма, то суд, допустим, приговаривает его к самой легкой казни, удушению, хэнек. Но если нет храма, то божественный суд приговаривает этого человека к самой тяжелой, Аскара. У нас есть две ситуации. Есть храм, нет храма. Когда храм есть, и когда Сангидрин сидит в своей палате истесанных камней на территории храма, он может выносить смертные приговоры. И он выносит самая легкая смертная казнь, это удушение, хэнек. Очень интересно, как его производили, но это не наша тема. Но за это же преступление, когда нет храма и нет судей человеческих, божественный суд выносит решение, и самая тяжелая, Аскара. Разве это честно? Во времена храма человеческий суд самая легкая казнь, а во времена без храма самая тяжелая, Аскара. Вот это интереснейшая идея, куча лекций на эту тему. В любом случае, мне коронавирус, мне кажется, это наказание небесного суда, он влияет на органы дыхания. Ладно, смерть от поцелуя. Если смерть Аскара напоминает выдергивание колючек из шерсти, что напоминает смерть от поцелуя? Кто-то знает? Это напоминает снятие волосинки с поверхности молока. То есть, есть молоко, есть волосинка, вы вытаскиваете волосинку, и, собственно, это напоминает смерть от поцелуя. Мудрецы спорят, где здесь душа, а где тело. Понимаете, как бы хочется сказать, что волосинка – это душа, а молоко – это тело. И вы душу отделяете от молока, от тела. Но мы же все с вами умные, мы все изучали пяти книжие. Волосы – это всегда эйсав, это всегда сейр, это хамство, это наглость. Волосы, они растут непонятно как. Так это же с женщиной связано, чтобы она волосы покрывала. Да, и здесь волосы покрывать, и у коины волосы подстригали. Более того, волосы… Духовные вещи, кстати. Признак наглости у хасидов и так далее. То есть как можно считать, что волосинка – это душа? И большинство современных мудрецов, они считают, что наоборот. Волос праведника – как раз тело, а душа праведника – молоко. И получается, что мы с праведником все переворачивается. Мы берем волосинку, это его тело, мы отделяем от души. Мы не душу отделяем от праведника, а тело отделяем от души. Надо интересную вещь сказать, что в иврите слово «целовать кого-то» и «поить кого-то» – это два однокоренных слова. Меня это всегда удивляло, как такое может быть. Смотрите, у нас «леношек», «нишек», «меношек», «еношек» – это «целовать». Здесь корень «нун», «шин», «куф», кто учит иврит. А «поить кого-то» – «легашкот», «гишка», «машкэ», «яшкэ». «Шорэш», корень, «шин», «куф», «гэйт». У нас просто «нун» меняется, «гэй» – это частое явление, двухбуквенный корень один и тот же, а третья буква, она меняется из конца в начало. Но мне стало это интересно, я подумал, а почему «целовать» и «поить» – это одно и то же слово. Мудрецы говорят, что одно общее качество есть – передача воды. Когда человек целует кого-то, он передает ему слюну, влагу передает. То есть, а когда ты кого-то поешь водой, у нас он только Яков несколько человек поил, и Машера Бэйну, они были большими специалистами, кстати, по напаиванию кого-то чем-то. Как правило, водой и скот. Но Яков целовал не только скот, он еще целовал некоторых женщин. И интересно, что там буквально передача воды, а когда нужно напоить кого-то, а когда поцеловать – такое виртуальная передача воды. На эту тему, кстати, я откопнул англоязычные лекторы целую серию лекций, которые приводят, почему Нэшика – это и поцелуй, и поить. В любом случае, у нас есть такое понятие, называется «мэйтат Нэшика» – смерть от поцелуя. Всего несколько праведников так умирали. И в общем случае, поцелуй смерти к ним приближался. Но в исключительных случаях была ситуация наоборот, когда люди приближались к поцелую смерти. Вопрос для всех. В каких случаях праведники приближались к поцелую смерти, а не он к ним приближался? На Давы-Авигу. По Орахай Макадош было два человека, два сына нашего Аарона, и они побежали впереди паровоза, они побежали к поцелую смерти и погибли. Тем не менее, они тоже умерли от мэйтат Нэшика, так говорит Орахай Макадош. Ну а вообще, по Талмуду Бавабатору, всего шесть человек было, которые погибли, слово плохое погибли, которые ушли в лучший мир с помощью поцелуя смерти. Это все их знают. Авраам, Ицхак, Яако, Маше, Арон и Мирьям. Могу долго на эту тему говорить, но не хочу и не буду. Буквально Арона целовал Всевышний, написано Аль-Пи-Ашем. Маше Робейну Всевышний целовал Аль-Пи-Ашем. Мирьям не написано, что он ее целовал Аль-Пи-Ашем. Тоже интересная тема. Почему? Потому что нехорошо целовать. А это было бы не скромно. Да, это было не скромно. На это можно тоже рассказать целый урок, не будем. В любом случае, вернемся к Маше Робейну и его смерти. Вообще, сцена поражает простотой. Нет толпы людей, нет плача. Ощущение близости и расстояние, оно ошеломляет. У нас какая-то война противоречий. Он видит землю издалека, знает, что туда не попадет. Все очень грустно. Нет жены, нет детей, как было со смертью у Арона. Не с кем попрощаться. Все не исчезли. Мирьям умерла, напомню, первого или пятнадцатого Несана. А Арон умерла первого, еще Ава. И вот последний брат из этой святой семьи тоже уходит. Моисей стал одиноким человеком веры. Правда, нельзя сказать, что если человек без Бога, вернее, если он с Богом, считать его одиноким. Но, тем не менее, с человеческой точки зрения он был один, одиноким. Вопрос. У кого из праведников был настоящий, написанный некролог в пяти книжах? Как раз про Машера Бейну был некролог написан. Непонятно, кто его написал. То ли сам Маше его написал последние восемь пасуков нашей Торы, то ли Егор Шуа его написал. В любом случае, всем советую прочитать этот некролог, никогда не вставал в Израиле пророк, подобный Моисею, и так далее, и так далее, и так далее. Моисей редко фигурирует в списках влиятельных людей. Знаете, очень часто такие списки пишут время от времени. Вот Давид почти всегда с его харизмой, с его энергетикой, он всегда во всех списках. Я знаю, англичане делают то тысячелетия, то все истории, то столетия человек и так далее. Авраам, его преданности тоже не может сравниться с Машеробейну. Пророк Ишайя с своими симфониями, с надеждами и упреками тоже не может сравниться. Вот как там Машеробейну все время в тени. Давайте сравним, допустим, Машеробейну от смерти Авраама. Контраст огромен, причем очень резкий. Если про Авраама написано «Авраам испустил последний вздох и умер в доброй старости, старик, преисполненный лет, он был собран к своему народу». Делаем вывод. Смерть Авраама была безмятежной. Вы помните, как все происходило. Даже Ишмаэль приехал похоронить. Ишмаэль в конце жизни на похоронах Авраама сделал наконец шуву. Он умер. Вокруг была семья, которая его любила. У него был ребенок, который будет передавать его традицию. Он купил первый участок земли за 400 шекелей в Хевроне. То есть Машей не снилось даже то, что сделал Авраам. То есть, когда умирал Авраам, он чувствовал себя как бы он завершил нечто, он окончил. Это чувство завершенности. Я думаю, что у всех больших пожилых людей, которые достигли чего-то в этой жизни, они уходят, они чувствуют это чувство. Я сделал все, что мог. Машера Бейн, его старость, особенно последние 40 лет, это не просто безмятежные, а очень-очень бурные годы. Он в последний месяц своей жизни, причем у него понарастающий, сначала более-менее, а потом все хуже, хуже, хуже. Самый трудный год его последней, 120-й жизни в пустыне. Он воевался с евреями, он уговаривал, он их спасал, он ругался, он говорил, что у вас будут испытания в будущем, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы имеем, что на 120-й год жизни Машера Бейн имел столько страсти, как будто он был молодой, 20-летний, а не 100-летний. Это человек совсем не готов к пенсии. До самого конца жизни он продолжал бросать вызовы и людям, и Богу. Мы это видим по тексту постоянно. Теперь внимание, то, что я, собственно, и хотел, буду сейчас всех развлекать и терроризировать, давайте вместе работать. Что мы можем... Мы знаем, как он умирает. Это написано частично в нашей главе, в прошлое и позапрошлое. Начиная с Ницавим, несколько сразу глав, они все описывают последний день Машера Бейну, седьмой Адара. И как бы тема вечная, конечно же, смерть Машера Бейну. Давайте подумаем, что для нас актуально в его смерти. Первое, что я придумал, это я лично придумал, для каждого из нас... Что ты не даешь сказать? Говори. Это надо не насыщаться, а все время быть в этом драйве таком, что нужно что-то еще сделать. Не останавливаться. Абсолютно. Одна из глав называется Вае Лех, Маше Шоу. До конца жизни с Вае Шоу. Нельзя останавливаться, как на велосипеде. Едешь, 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 продвигаешься. Остановился, а упал. Вот. Так первый урок жизни, который можно вынести. У каждого есть... Извините, но не то же нельзя. Есть другие программы. У него другая схема была. Тоже вполне допустимая. Но то, что особенно для Моисея, вот я просто хотела, я не возражаю про то, что вы сказали, а просто это его особенность, которая связана, с особенностью его характера, с его задачами. И вот она особенно для него, действительно. Это редко, редко люди так вот до последнего момента в своей жизни продолжают функционировать на 100%. Абсолютно верно. Первый урок жизни, который выводится. У каждого человека, у каждого человека в этом мире, в этой жизни, есть свой Иордан, свой Иорден. Даже для самых великих людей есть такая река, которую он никогда не перейдет. Земля обетованная, обещанная на Иврите. Место назначения есть, но ты туда не войдешь. Это очень легко понять, что ты не сможешь стать чемпионом, Нобелевским лауреантом, чемпионом мира и так далее, и так далее. Но очень сложно признать. Понять легко, признать сложно. Был высказывание Раби Тарфона, оно везде, и в англоязычных источниках, и русскоязычных. Звучит следующее. Вам не закончить выполнение задачи, но вы не можете отказаться от нее. Это величайшие слова. То есть, если вам сказано заниматься, занимайтесь, но вы можете не закончить ее. Это урок жизни. То, что мы начинаем, продолжать будут другие люди, к счастью или к сожалению. Самое главное, что мы отправились в путешествие, мы не стояли на месте. Это первый урок жизни, который я вывел из смерти Маше. Представляете, человек все сделал, подготовил почву, он учил евреев, что будет земля Израиля, и все будет там хорошо, и так далее, и так далее. И, к сожалению, в самом интересном месте ему закончили, ему не дали, ему не получилось. И к этому надо привыкнуть, к этому нормально надо относиться. Я не знаю, насколько это актуально для человека 21 века, но вот такой интересный урок жизни номер один. А еще интересно, что он же мог бы продлить, потому что надо было сперва повоевать, а потом только умереть. Правильно, Дима? Ты про Амидиан говоришь, про войну с Амидианом? Да, да. Да, но это уже детали, согласен. Да, можно было потянуть резину, можно было... То есть это все глава Ваэт-Ханан, и молился Маше 515 раз, и мы долго-долго на эту тему говорили. Неужели не было возможности, если он спас еврейский народ от греха Золотого Тельца, и от греха разведчиков, неужели такая мелочь за себя попросить и зайти в землю Израиля? Мы об этом говорили. Урок номер два, который актуален на сегодняшний день. Никто не знает место погребения его. А вот теперь представьте, какой контраст огромный между Маше Робейном, и у нас есть куча других героев, цивилизации, истории, начальники, министры, цари, короли. Их захоронения становятся просто местом паломничества. Памятники ставят, святыни, мавзолеи, саркофаги, монументы, гробницы, даже склепы. Это все про нееврейских. Но я боюсь, тихо шепотом скажу, очень много и еврейских могил. Не будем... Не сотвори кумира. Не будем называть примеров, приводить, да? То есть все знают эти примеры, мы их не будем называть. Именно для того, чтобы избежать этого, этой большой ошибки, да? Поклоняться. Тарай настаивает. Ну вот он правильно сказал. А как вас зовут, господин Хессет? Антон. Антон. Антон сказал правильно. Не сотвори кумира, да? Да. Тарай настаивает, что никто не знает, где похоронен Машера Бейни. А вы знаете, что он умер в колене Руэна, а похоронен в колене Гада. Между прочим, Гад и Руэн, первые буквы, Герр, они были пограничными коленами. Они как раз и стояли на защите еврейского народа, основного, которое было на другой стороне Ярдена. То есть, Машера Бейни даже знал, где быть похороненным, чтобы оказаться полезным в будущем. В любом случае, мы не знаем, где он похоронен. Знаем плюс-минус, что это колено Гада. И мы считаем, что это величайшая ошибка поклоняться людям, как бы они были богами. Но это глупости. Мы имеем право восхищаться людьми, как мы это делаем с вами сейчас, но мы не имеем права им поклоняться людям. Разница не маленькая, она огромная. Это второй урок жизни, который, я считаю, что более актуален для 21 века. Дима, а вот сказано, что лучше пойти в дом печали, чем в дом веселья. Это же тоже человек, смотря с каким намерением он идет на ту могилу, понимаешь? Но дом печали там не имеется в виду на кладбище. Имеется в виду пойти в трауру. Там, где трауру, там, где скорбят. Дом скорбящего, а не там, где похоронен. Потому что, ну, это отдельная философия куэлита. Там надо вникать очень глубоко и понимать. И в очень многих местах непонятно. Он издевается, шутит, провоцирует. Это очень непростая книжка, поэтому... Вот, да. Ну, то есть, первый урок. У каждого есть свой ярден, который не пересечет. Второй урок и смерти Машера Бейну. Мы не знаем, где он похоронен. И, собственно, это хороший урок для современного времени. Третий урок, который пришел мне в голову. Смотрите, это тоже актуален для 21 века. Даже величайший человек Машера Бейну не совершенен. Только Бог совершенен. И причем Машера Бейну хотел, чтобы люди не забывали это. Моисей согрешил. Мы даже до сих пор не знаем, в чем был его грех. Мнение миллионы, маленькая тележка. Но только потому, что Бог сказал, не введешь этот народ в землю обетованную. И все. И дальше мнения начинают делиться. Нет человека безгрешного. Все люди грешные, но, к сожалению, даже величайшие, даже праведники, даже цадики. Только когда мы будем уважать это существенное... Грех – это ошибка. Весь мир так устроен, что мы не можем не ошибаться. Иначе мы как бы... Мы же не ангелы. Вопрос для всех. А может быть, надо скрывать грехи больших праведников? Зачем надо знать простому обывателю, что там какой-то рэбэ, какой-то хасидский чего-то натворил? Как вы думаете? Нет, надо... Дима, надо стать этим рэбэ. Это процесс. Надо стать маше. Это процесс, а не сразу. Вот раз и маше. Это процесс становления. Это вопрос. Ты вопрос слышишь? Да, зачем знать? Большие-большие праведники люди. Даже в нашем 20 веке, 21 веке, их все меньше и меньше, но они есть. Имеем ли мы право стараться скрывать все... Вот, например, могу пример сказать, да, знаменитая ситуация с Гурским рэбэ. Когда он приехал в больницу лет 10 назад в Иерусалимскую, по-моему, больница, не буду называть какая, и в его... А так как он самый богатый хасидский рэбэ среди всех существующих, то весь этаж больницы эвакуировали ради него и ради его охраны. Потом газета, писали и так далее. Ну, это не грех, но это как бы не совсем хорошее поведение. То есть, имеем ли мы право скрывать грехи либо оплошности, либо плохое поведение больших мудрецов Торы, больших праведников в нашем 21 веке? Ну, я думаю, что нет. По той простой причине, чтобы когда возникла какая-либо ситуация, чтобы я не могла сказать, ну, это же был Маше, ну, он праведник, а я не могу до него дорасти и нечего туда и стремиться. Нет, вопрос другой, про современность. И он очень непростой вопрос, и я несколько раз в отношении некоторых людей сталкивалась с тем, что очень уважаемые люди предпочитают скрывать. я не говорю больших праведников. Ну, определенные люди, у них были определенные ошибки или грехи даже всерьез. И стараются скрыть это, чтобы это не привело к тому, что люди разочаруются в иудаизме. Например, был учитель очень известный в мире религиозного сионизма. Ну, вот прям, не только, что он был большой мудрец и владел умами, и выступал по радио, и все им восхищали. Кроме того, он действительно был очень порядочный во многих отношениях человек. Но у него был определенный как-то стея, сдвиг в отношениях с его некоторыми учениками. И некоторые ученики стали жаловаться и старались к сожалению, я не знаю, или к счастью. Был такой подход, что давайте это заметем под ковер, давайте как-нибудь договоримся, чтобы не вышло из этого то, что называется Хируль Ашема, стремление имени Всевышнего, чтобы весь народ не пришел и сказал вот ваши кумиры, вот как они себя ведут, они все типа развратники. И это вопрос очень сложный. Те люди, которые как бы занимались, ну, пытались вывести как бы что за этим делать, к ним отношение было тоже двоякое, да, зачем вы как бы раздуваете этот вопрос, зачем вы об этом так много говорите, давайте все это прикроем, давайте сделаем кем-то. Я понимаю логику, которая за этим стоит, потому что вот есть кумир, все его слушают, все им восхищаются, вдруг оказывается, что он на самом деле развратник, да, это как бы для многих людей страшное разочарование. Теперь-то это уже все сейчас я скажу мнение Рава Йонатана Сакса, современного Равина, который я очень люблю, и я, честно говоря, согласен с его мнением. Все знают, Рав Йонатан Сакс по этому поводу следующее сказал. Он говорит, он очень аккуратно пишет, потому что у него с одной стороны были учителя, это любаясь хиребы, а с другой стороны это наш знаменитый Рав Рабинович Зацаль из Малия Думим, большой человек Рав Йонатан Сакс, у него несколько больших учителей, старается никого не обидеть. И вот что он говорит, он говорит, Тара не скрывает греха или греха Моисея, Машера Бейн. А я скажу, что мы на нашем уроке, когда разбирали его возможный грех, возможный в кавычках, то мы приводили, я лично приводил 20 мнений мудрецов, в чем был грех Машера Бейну. Более того, один из хасидских рэбэ, чуть ли не Котский рэбэ, он сказал, ребята, давайте забудем это все. Маше совершил малюсенькую оплошность, а вы сделали его уголовником-рецидивистом, нацепляли на него столько грехов. Я, кстати, я понимаю этого Котский рэбэ. Так вот, собственно, Тара пишет за то, что ты не осветил мое имя, ты и Ару. То есть, Тара не скрывает ничьих грехов Даши Машера Бейну. Это бесстрашно, честно, о величайшем из великих. Машера Бейну величайший из великих. Плохие вещи случаются. Но они случаются особенно страшным образом, когда мы пытаемся скрыть человеческие грехи. Ну, попробуйте, говорит, вот что-то намекнуть в сторону рэбэ из какой-то большого хасидской семьи течений. В последнее время множество скандалов у религиозных евреев. И финансовых, и сексуальных, и других. Когда религиозные люди скрывают правду, они делают это из самых высоких побуждений. Они стремятся предотвратить Хилу-Ля-Шем, осквернение именем Всевышнего. В результате, говорит Рафсакс, неизбежно будет еще больше Хилу-Ля-Шем. Такое ханджинство, отрицание недостатков даже самых великих людей приводит к уродливым и злым последствиям. Эти последствия отвлекают порядочных людей от религии. Тара не скрывает человеческих грехов, говорит Рафсакс. И мы видим это в случае с Машера Бейну, а он великий из великих. Мы тоже не можем скрывать человеческие грехи. Вот не знаю, согласны вы или нет. Это сказал Рафсакс. Мне просто, как говорит Натан, у меня есть крыша. Вот Рафсакс сказал. Так это логично, Дима. Это логично, но попробуй... Я все время сомневаюсь. Надо знать, как Рафсакс, я спросила, можно ли нам критиковать про отцов и так далее. Он сказал, мы это с целью исправления делаем. То есть, с какой целью ты будешь говорить про какого-то раввина? С какой целью? Исправить? Или наоборот, это будет какой-то ущерб принесен? Возвышение какое-то одновременно? Тут столько много аспектов затрагивается. С какой целью и кому сказать? Да, ну это просто действительно непростой вопрос. В принципе, конечно, я с тобой с Дима согласна. Потому что я по своей природе... Кто-то хочет сказать, и мы его перебили. Мы сейчас дадим. Только хотел сказать, что я тоже с Дмитрием согласен. Я тоже в душе согласна, потому что для меня вообще у меня есть некоторый перекос в характере. Для меня правда важнее, чем другие вещи. Может быть, не во всех случаях и Тара говорит, что не всегда нужно правду матку рубить, иногда нужно сгладить углы. Но у меня в этом смысле я предпочитаю правду другим как бы другим важным ценностям. Но тем не менее я могу понять и логику этих людей, которые говорят предотвратить хирургашем. Потому что каждая ситуация она другая. В каждой ситуации это может совершенно по-разному повлиять. В принципе, я согласна. А в конкретных случаях я знаю больших рыбанин, которые пытаются, говорят, не рассказывай про это, это будет хирургашем. там же есть наверное процессы, как сказать. Может сперва надо самому этому человеку сказать, потом следующий этап и следующий. Не просто так вот. Ну человеку я думаю говорили там и все такое, но не важно. Давайте у меня осталось еще три, нет, три, правильно, три урока жизни. Еще один интересный урок жизни. Машера Бейну, величайший из людей, мы уже с вами три раза это сказали, он не может вести народ в одиночку, то есть ему потребовались миротворческие навыки Аарона, который всех на свете любил и животных, и евреев, и неевреев, и все творения в этом мире, мы это знаем из спирки вот. Ему потребовалась Машера Бейну храбрость и некоторая дерзость мирием, ему потребовалась поддержка семидесяти старейшин. Мы никогда не должны спрашивать, а почему я не такой хороший, как Петя Иванов, или Вася Сидоров. У каждого из нас есть нечто, есть какие-то навыки, которые нет у других, есть чувствительность, есть страх, есть желание, и это делает нас великими, но самая большая ошибка пытаться быть кем-то другим, а не самим собой. Вывод, который можно сделать. Мы делаем, если нас назначают на большую должность, если вы великий человек, надеюсь, у нас таких несколько сидит и будет присоединяться к нам. Делайте то, что у вас получается лучше всего, а самое главное, окружайте себя людьми, которые сильны там, где вы слабы. А мы знаем, что Машер Абейну абсолютно не был миротворец, как Ааро, он был противоположным, его все боялись, когда Машер появлялся. То есть урок жизни из, ну тут даже не смерть Машер Абейну, тут последние годы его жизни нужно делать то, что у тебя получается, а то, что не получается, оставь для других, окружайся нужными, правильными людьми. Вот такой интересный урок жизни. Дальше, пятый урок жизни. Это, кстати, Ашер говорит, Рабейну Ашер, что кружи себя теми, которые сильны. Никогда не теряйте идеализм молодости. То есть это еще один урок жизни, я его немножко не понимаю. Тара говорит Амашер Абейну в возрасте 120 лет, его глаза не потускнели и его природная энергия не ослабевала. Очень интересно. Сантино написал, Амашер было 120 лет, когда он умер, не потускнел его глаз и не сякла свежесть его. То есть как это перевести непонятно, но я вижу свежесть, интересное слово вы врите, это жизненные соки. То есть он был не сухой, как некоторые старики в 120 лет, влажный, такой весь соку. Налитый. Да, налитый. И понять, как понять этот пасук. Толя сначала ему было 120 лет и он не умер и не потускнел глаз и не иссякла свежесть. Но многие мудрецы говорят, что не потускнел его глаз и иссякла свежесть. Это не две фразы взаимодополняющие, а первое объяснение второй. То есть так как свежесть молодость не иссякла в Маше, поэтому глаз его здоровье в целом не ухудшилось. То есть о чем речь идет? Что глаз Маше Робейну не потускнел, он никогда не терял страсти к справедливости, он был судьей, причем жестким иногда судьей. Она у него была с молодости, мы это видели, начиная с 20-летнего возраста, он любил судить людей, ненавидел несправедливость, терпеть не мог. И это сказано ярко и в Шмот, и в Бамидбар, и в Айкра, и даже в дворе. То есть урок жизни отсюда. Мы молоды, когда у нас есть идеалы, к которым мы стремимся. У Маше Робейну был идеал к справедливости, как только вы уступаете место цинизму, вы быстро стареете. Нельзя быть циником, особенно в старости. Маше Робейну был заражен этой молодостью даже в 120 лет. И поэтому и здоровьем у него все было нормально, и говорить он начал хорошо, к концу книгу такую дворим написал, хотя был неречистый 40 лет назад, и так далее. То есть урок номер 5, если хотите оставаться молодым, сохраните идеалы молодости. Шестой урок, предпоследний. В горящем кусте, помните, он сказал, Анило и в дворим, я не человек речистый, я не человек слов, у меня тяжелая речь, тяжелый язык, мы с вами тоже говорили, как это может быть, и так далее, и так далее, и так далее. Но сейчас конец жизни Маше Робейну, и его книга, которую он писал последние 36 дней, называется Дворим, что легко перевести как слова, то есть Маше был самым плохо говорящим евреем, а стал самым красноречивым пророком, и некоторых это ставит в тупик, озадачивает, но этого не стоит делать, специально Всевышний выбрал человека, якобы не подходящим для его функций, для его роли, это принцип Всевышний, вот если мы посмотрим с вами, ну например, который приходит в голову, рабе Акива, 40 лет он читать не умел, какая учеба, а в 120 лет кем он превратился, это громадный, большой мудрец Торы, Бетховен, давайте без евреев обойдемся, Бетховен, в 48 лет он был глухой на 100%, 100% ничего не слышал, однако он обладал абсолютным внутренним слухом, и он мог сочинять музыку, даже будучи глухим, мы видим это у працев постоянно, смотрите, почему Всевышний выбрал пару Авраама и Сара, которые не могли родить детей, они были бесплодными, только поэтому, чтобы доказать другим, что в данном случае без Бога не обошлось, этого Всевышнего было мало, мудрецы говорят, что почти все из трех працев и четырех пра матерей они были изначально бесплодными, по Якову, смотрите, по Аврааму, 100% по Ицхаку, 100% он был бесплоден, по Ривке, про Саре, про них тоже написано, ну, не хочу сейчас пройтись, то есть, Раф Шерти нас учил, он говорит, их Всевышний специально делал бесплодными, а потом давал ребенка, чтобы показать народам, что над евреями есть некая чудесная крыша, чтобы мы увидели из ничего получается что-то, это мы видим у Всевышнего постоянно в течение всей Торы, он выбирает людей, которые не бросаются в глаза своей набожностью, но в данном случае мы понимаем, что это были евреи, чтобы они стали свидетелями Бога, миру, и мы снова возвращаемся к вопросу, а почему не другой народ, почему еврейский, почему не Ишмаэль, почему не Сеир, ведь даже ангелы шептали Богу на ухо, эти евреи ничуть не лучше ебтян, зачем ты им даешь им Тору, они ревновали, они плакали, ангел, написано в Зогар, и так далее, то есть всегда, когда Всевышний хочет продемонстрировать свою руку, он берет человека для выполнения какой-то задачи с качествами, которые не позволяют ему выполнять эту задачу. Машара Бейну был лейкой Всевышнего, называется Машпех, это лейка, это наивысшая форма величия, и она заключается в том, чтобы человек был лейкой, чтобы через него проходили благословения и выливались на других людей, так священники благословляли народ, например, это не было их благословением, нам кажется, что это они благословляют евреев, на самом деле, это Всевышний благословляет евреев через священников, через коинов, они были неким каналом божественного благословения, и в данном случае урок жизни для нас, открыть себя Богу и открыть себя другим, чтобы через нас стекло больше, чем мы есть сами. Воронка, воронка это не лейка. Да, воронка, лейка, а то, что заливается, конечно. То есть еврейский народ это тоже лейка. Вот, наверное, видите, хорошие замены, надо будет дописать, не только Машера Бейна. Труба, нам говорили вначале, а тут воронка, в общем, более-менее. Труба это если топишь, а если нету. Последний, седьмой урок, который я нашел. Смотрите, Машера Бейну защищал народ в течение 40 лет. А теперь вопрос, а они ему нравились, эти евреи? Он ими восхищался. Он говорил, какие я, как я возлюблю. Тара не оставляет нам никаких сомнений в ответ на эти вопросы. Он их обзывал, причем очень часто, причем в Миндрашах написано, что за каждое такое обзывательство евреев Машера Бейну отвечал. Не просто так. И тем не менее, он их защищал со всей своей силой и страстью, которые у него были в распоряжении Машера Бейну. Даже когда они грешили, даже когда евреи были неблагодарны Богу, даже когда они сделали золотого тельца. Он сказал, тогда вообще стереть мое имя. Он рисковал своей жизнью. Говорит, сотри меня из книги, которую ты написал. А если бы Всевышний сказал, хорошо, стираю. Но не из следующей книги Пороши, а из вообще из Торы. То есть, в данном случае мы видим Машера Бейну совсем не таким, как многие сейчас. И про Орахай Макадош на главу Везот Абраха он пишет, что поэтому написано Везот Абраха. Буква ВА добавляет к зот, добавляется. Только потому, чтобы показать нам Машера Бейну на душе было не сладко. Он понимал, что и вот из-за этих евреев, которых он сейчас будет благословлять, они частично виновны в его смерти. Так говорит Орахай Макадош. И тем не менее, он затаил эту обиду, закрыл ее, убрал ее из своего сердца и благословил настоящим, хорошим благословением, которое изначально планировал сказать. Вот теперь вопрос. Надо ли руководителю либо лидеру общины думать про своих недоброжелателей? То есть, каким-то образом к ним относиться, пытаться их перевоспитать или забить на них? Враги есть враги, они в любом народе есть. Рафсакс говорит, если мы говорим о лидерах, которые достойны восхищения, действительно, великих людях, тех, кто защищает людей, то неважно, человек религиозный, нерелигиозный, ортодоксальный или не очень, даже светский. Более того, некоторые ортодоксальные отличаются от других ортодоксальных. Это тоже неважно, говорит «Других свысока будут смотреть свысока на тебя, те, кто осуждает, будут осуждены, говорит Рафсакс». Поэтому Машей Робейну, несмотря на то, что у него там трения были с евреями в течение 40 лет, и лично я не думаю, что он большую симпатию к ним испытывал, но тем не менее он их любил, он их спасал, он вытаскивал их несколько раз от смерти спасал еврейский народ. Великие люди это те, кто помогает другим людям стать великими. И Машей Робейн научил еврейский народ, как стать великим народом. Вот это семь штук, которые я... Ну и сам народ хотел стать, потому что это однозначно. Ну да, особенно когда они грех разведчиков сделали и золотого тельца сделали и так далее, и так далее по списку. Но мы же понимаем, что это у них было намерение такое хорошее, но не получилось. Хорошо, да, согласен. Помыл посуду и не так, как жена хотела. Да нет, я оптимист, поэтому оптимистический комментарий. Если у кого-то есть еще 8, 9, 10, я с удовольствием запишу себе. То мы можем выучить и смерти Машей Робейн. А вот у меня вопрос возник. Вот это, ты говоришь, не знает никто. И как же тогда жена считалась его? Если неизвестно, где муж? Жена, а он развелся с ней 40 лет назад. Я понимаю, что это больно звучит для шатханит. А почему он развелся? Тут надо читать, начиная со шмотца, с самого начала, со второй главы. Но не всегда же говорят, что он развелся, что он ее отослал. Есть же и другие комментарии. В древнем мире, если муж не спит со своей женой, это называется развод. Так разводились некоторые постоянно, некоторые временно, как Амрам со своей женой. В итоге родится Машей Робейн после их воссоединения и так далее. То есть в древнем мире нельзя как бы... Они смотрели на брак совсем по-другому, не так, как мы. Если что, не хаму подтвердить. Но действительно, этот брак, конечно, что реалии там другие и точно сказать, как именно проходил брак, развод и так далее. Но кроме всего прочего, мы уже знаем, видимо, было все... Если он просто исчез, это было бы почти так же, как он, когда поднялся на гору Синаи, было бы в народе какое-то смятение, куда он пропал. Тут все знали, что он умер. А когда говорят, что они его оплакивали, за 30 дней трауру по Моисею, забыли огромное количество законов и так далее. Все знали, что он умер. Это не была какой-то такой ситуации, что он ушел. Да, он ушел один, он умер один, но все знали, что он умер. Это было ясно, что он уходит умирать, он передал свои функции и Ашуа. Так что в данном случае это не релевантно для вопроса брака. Я хотел сказать, вот Медраж, который говорит об отношении евреев к неевреев, к Машера Бейну, когда 1-го Ава, а это буквально совсем недавно, ну совсем недавно, несколько месяцев назад, Машера Бейну пошел вместе с Аароном и Элазаром на гору Гагар для того, чтобы похоронить там Аарона. Пошли они троем и все живые, здоровые. Как мы видим, Машера Бейну даже был молодым почти. А вернулись к еврейскому народу только два человека, Машера Бейну и Элазар. Как вы думаете, что сказали евреи Машера Бейну? Каждый взял кирпич и хотел побить Машера Бейну. Сказали, ты убил нашего Аарончика. Представляешь? Это было несколько месяцев назад. Вот, собственно, с кем Маше приходилось работать. И он, несмотря на это, дает такую шикарную браху в главе и Газиновой песни и в Изоте Браха. У нас тут все сплошное его благословение по себе. Так это и тест. Секунду. Это, кстати, согласуется с тем, как говорят митроши, про разные грехи еврейского народа и про то, что мы видим в хорах и так далее. Безусловно, это не все. Даже если метраж об этом говорит и даже прямо говорит Тарак о каком-то грехе, все равно это не весь народ. И мы видим сегодня в социальных сетях. Ты иногда видишь, как бы, есть огромное количество каких-то идиотов, которые антисемитов или тех, которые, я не знаю, противников прививок, которых очень сильно слышно. Но реально количество этих людей странных не подавляющее большинство совсем. Их просто очень сильно слышно, всяких маргиналов. И тоже там было, я думаю. Были такие, безусловно, но это не сядь нести ко всему народу. Я думаю, что мы все это понимали. Мне так кажется. Это говорит о величии, Моисе, Моисе, еще раз. То, что человек имеет такую силу дать браху и вообще радоваться за другого, это говорит о высоком уровне, потому что это очень сложно. Легче сопереживать кому-то, кто в горе, чем у того, какой-то прогресс и успех, радоваться вместе с ним. Это всегда такой тест на свой уровень. Я хотела добавить, просто есть некоторые, например, у стиля, там есть у него хулиганы 2-3-5 в классе, остальные нормальные дети. Но он злится на весь класс, всех оставляет после уроков. Для него нет уже различия. Ему там мешали провести урок, он уже готов всех разорвать. Но тут явно не такая ситуация. Неужели никто не придумал еще хорошего урока жизни? Има, я тебе вопрос хотела возникнуть. Мы подумаем, мы потом где-нибудь при... Ты про смерть, я про рождение, а ты там изучал пути рождения? Ты имеешь в виду, если есть 903 способа умереть, то, наверное, 903 способа родиться? Ты на это намекаешь? Да, да, да. Ну, я еще, как говорит Натан, я не еврей и не имею смехи, поэтому у меня нет таких знаний. Ну, если встретишь, скажешь потом. Хорошо. Если встретишь смеху, то скажешь. Натан, ты с нами? Даже хотел, у вас, по-моему, более-менее подходит к концу. Вот этот народу, вообще говоря, говорил... Сейчас, секунду. Видно, да? Сейчас переключу только... Ты стоишь или лежишь, или как-то... Народ просил показать, да. Мы говорили, говорили про грядущий мир туда-сюда, а вот мы вполне как бы в этом мире. Вот у нас тут есть напитки, вот у нас есть замечательные люди, мы вам всем говорим, да, вот у нас замечательный Ушпизин сидят, семья Эдлиных, вот они говорят всем лыхаем, вот у нас такая замечательная вот у нас такая замечательная сука, да, и мы всем говорим лыхаем у Вадима Семха. Вадима Семха, спасибо, Натан. Браво. Окей, хорошо, мы на этом закончили? Да. Я думаю, да, надо заканчивать уже довольно поздно. Огромное спасибо всем участникам, было прекрасно. Да, спасибо, замечательно, было классно, было, было классно, было отлично. Счастливо и пока, пока-пока-пока. Спасибо большое, очень приятно. Лайла Тов. Лайла Тов. Спасибо. 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 .